Недавно с моим сыном смотрели мультик. Мультик был о том, как Иисус Христос въезжал в Иерусалим. И там был мальчик такой интересный, который так захватывался тем, что вот, были слухи, и говорили, что вот-вот придет царь, он едет в Иерусалим. И все ждали эту встречу. Все ждали эту встречу с этим царем. И этот мальчик ждал эту встречу, он залез на дерево для того, чтобы увидеть, кто же там приедет. Что же это будет за завоеватель Иерусалима. И он представлял себе определенную картину. Там будет ехать кто-то на коне, в доспехах, с мечом, с ним войско. И вот он видит картину. Видит какой-то мужчина на ослике. И он так сильно расстроился и пришел домой к своим родителям и говорит, разве это завоеватель? Ну, разве он может избавить нас от Римля? Продолжаю тему встреч. Хочу сказать, что когда мы смотрим на Симеона, на этого старца, очень благословенный старец, благословенный человек. Знаете почему? Он сумел в младенце. Говорят, что на сороковый день он принесли Иисуса в храм. И Симеон смог увидеть в этом мальчике, в этом младенце, кого? Мессию. Того, кто избавит весь народ. Того, кто может спасти. И этим эта история сильная. Этим она очень поражающая. Давайте мы еще раз прочитаем. Дима я читал на украинский. Я прочитаю на русский. Луки, 2 глава, 25 стиха и ниже несколько стихов. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева. То есть, ждущий утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним закон и обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели, отче мои, спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его делились сказанному о нем. «И благословил их Симеон и сказал Марии и матери его, «Лежит сей на падение и на восстановление многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Мы уже слышали о том, что в этот момент, в это время, когда пришел Иисус, евреи были под оккупацией, под оккупацией римлян. И в то время не было ни одного иудея, который бы не считал свой народ особенным. Все иудеи считались себя особенными, центром всего. И каждый из иудеев ждал какое-то избавление. Они понимали, что чисто человеческим каким-то путем нереально это. Но это не может произойти. Были в истории евреев люди, которые что-то делали, как-то они проявлялись больше других, но в этом случае они ждали мессию. Они ждали того, кто избавился. Они ждали что-то сверхъестественное. Большинство из тех людей, евреев того времени, они верили, что они являются избранный Божий народ. И что, так как они избранный Божий народ, что должно произойти? Они должны завоевать всех, то есть или стать центром всего. Ни под каким рабством речи не идет. То есть мы самые центровые. Одни полагали, что в свое время какой-то великий небесный человек сойдет. Какой-то, может быть, библейский герой они могли ждать. И помните, когда приходили к Иисусу, или Иисус спрашивал, за кого меня почитают? И говорили, за кого? Некоторые считают, что Илья сошел с неба. То есть некоторые люди, они думали, что может быть какой-то герой придет с небес, и он избавит нас. Другие верили, что родится новый царь с колена Давидова, что он избавит их. Третьи же верили, что сам Бог каким-то сверхъестественным образом что-то сделает, что-то изменит. Вмешается в ход истории. Но наряду со всеми этими группами людей была еще одна группа людей, которых назвали смирный народ, или смиренный народ, или тихий народ. Эта группа, она отличалась. Они жили себе спокойненько. Они не мечтали о войнах, о том, что придет какой-то завоеватель, он свергнет все, что можно, поведет за собой народ. Не мечтали об армиях, они не мечтали о знамениях. Они верили и постоянно молились, и ждали, что Бог вмешается в историю, что Бог придет, что придет Мессия. Одним из таких людей был Симеон. Симеон был одним из таких людей, который был постоянно в молитве, который был в почтении, он в покорной и преданной надежде ожидал того, что придет Мессия. Что придет Мессия и утешит свой народ Утешит израильтян, евреев Бог обещает Симеону, что тот не умрет, пока не увидит этого Мессию Было совмение для этого человека И он ждет, и он ожидает, верно ждет эту встречу И мы уже говорили о том, что он встретился с Мессией Он встретился с Иисусом, маленьким младенцем И Бог открыл ему, что это тот, кто спасет Израиль Кто спасет евреев Я хочу обратить наше внимание буквально на один стих Он является ключевым Это 34 стих в этой истории Давайте еще раз его прочитаем И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, сей лежит сей То есть речь идет за Иисуса Христа Вот Иисус Христос на падение и на восстание многих в Израиле И в предмет пререканий Это определенный такой итог Симеон подводит определенный итог судьбы Иисуса Жизни Иисуса И буквально означает эти слова, что придет падение и воскресение многих Я хочу прочитать параллельно один стих И мы сейчас вернемся к этой истории Это римлянам 9 глава 30 стих И ниже до конца главы 9 глава книги римлянам Что же скажет? Вопрос Язычники, не искавшие праведности, получили праведность Праведность от веры А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона Ибо приткнулись о камень преткновения Как написано Вот, полагаю, всего не камень преткновения и камень соблазна Но всякий, верующий в Него То есть в этот камень, в этот камень Иисус Христос Не постыдится Были те, кто отвергнулись Споткнулись об этот камень Не приняли Иисуса Не поняли, что это пришел Мессия Но были и те, кто поняли И Симеон, он как бы и говорит Пророчество это И так и произошло Давайте посмотрим на три, буквально Три аспекта Того, что сказал Симеон Можно открыть этот стих еще раз? Леш, поможешь, да? 34 стих Первое Просто хочу, чтобы мы все заметили Что он вызовет падение многих в Израиле Он вызовет падение многих в Израиле То есть страшные слова Жестокие слова с одной стороны То есть И какие-то бесповоротные Так и будет Первое Кринфеном Первое Кринфеном 1.18.20 Ибо слово о кресте Для погибающих юродство есть А для нас спасаемых сила Божья Ибо написано Погублю мудрость мудрецов И разум разумных отвергну Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие Ибо когда мир свою мудростью не познал Бога При мудрости Божьей То благоугодно было Богу Юродством проповеди Спасти верующих То есть есть люди, которые воспринимают Историю То, что произошло с Иисусом Христом То, для чего Он пришел Они говорят, это какая-то сказка Это несерьезно Они спотыкаются в этот камень Они не считают это важным Они не сказали себе Может быть в этом стоит разобраться Но Бог говорит Эту мудрость я отвергну Это не мудрость Это глупость А не мудрых этого века Простых людей, которые решили в этом разобраться Они найдут в этом утешение Мы говорим о том, что если человек встречает Иисуса Христа Если есть встреча с Иисусом Христом у человека Что-то происходит Что-то происходит с сердцем человека Что-то меняется Если подобно Симеону Человек встречает Иисуса И признает Его своим Господом Он говорит Не я Бог в своей жизни А Ты, Господь Я отдаю свою жизнь Тебе Что-то меняется в жизни человека Что-то происходит И этот человек становится частью небесной семьи Частью Божьей семьи Можно принять А можно отказаться У сердца есть две функции Нет этой средней какой-то функции Из золотой середины Остаться на время подождать Ты либо бунтуришь с Богом Либо ты смиряешься под Его владычество Нет этой золотой середины Я подожду И тем самым ты будешь Я еще буду управлять своей жизнью Я не готов капитулировать перед Богом Я буду делать то, что я хочу Второе Он вызовет возвышение у многих 34 стих Луки 2-й лады 34 стих Когда-то однажды один человек сказал Что людям больше всего нужно Протянутая рука им сверху Которая подняла бы их Знаете, я слышал пример интересный Один человек тонул Тонет И он был верующий Он молится и говорит Боже, пошли мне спасение Вот не нужно мне круг Я жду Бога Меня Бог спасет Дальше молится Боже, спаси меня Убьет еще один корабль Ему снова бросает спасательный круг Он откидывает и говорит Зачем мне этот спасательный круг? Я Бога жду Корабль уплыл Он опять молится Боже, спаси меня Я тону Подплывает еще раз корабль Снова бросает ему спасательный круг Он отбрасывает его Так я утону Попадает на небо Задут Богу вопрос Боже, что ты меня не спас? Говорит Послушай, ты такой упертый Три раза тебя хотел спасти Но ты сам не хотел этого Ты сам отбросил спасение Нам нужна эта рука Нам нужен этот спасательный круг Для кого-то он может стать подъемом Возвышением Он вызовет возвышение многих Рука Иисуса поднимает любого человека В каком бы положении не был человек Сколько бы ты не начудился в своей жизни Один пастырь говорит следующее Когда мы приходим ко Христу У нас происходит полная уравниловка Все мы одинаковы Но вопрос Готов ли я сейчас сказать Господи, хочу, чтобы ты поднял меня Поднял меня оттуда, где я есть Иисус может поднять С любого положения Как бы низко ты не находился И третье В этом же стихе, видите Он станет предметом пререканий В Израиле и в предмет пререканий То есть будут спорить о нем Но хочу сказать, что к Иисусу Никто не может остаться равнодушным Нельзя остаться безучастным Сказать, что это меня не касается Это возможно для кого-то Для, может быть, стареньких Бабушек и дедушек Вот им уже нечего делать Как ходят в церковь, молятся А зачем мне это молодому В принципе Нельзя так сказать Это касается от малого До великого От первого вздоха До последнего выдоха Касается каждого Мы или покоряемся ему Мы или капитулируем перед ним Мы говорим Хочу, чтобы ты был Господом моей жизни Либо бунтуем Говорим, нет Я буду Господом в своей жизни Я буду управлять своей жизнью И хорошо, что ты есть Но я управляюсь своей жизнью Все, что будет на жизни Я решу И так будет, как я решил Знаете, здесь нужно Признать определенное поражение Но поражение, которое позволит Получить победу Когда призывают к поражению Или капитуляции перед Богом Признать то, что ты говоришь Господи, я нуждаюсь тебе И где-то здесь такое выпывает Такой момент, что Не хочется И не можешь встать Или стыдно Саш, ты где? Стыдно, скажи, было Выходить? Да А я ничего не видел Не видел еще Ребята, что вы А видел, что сколько много людей здесь Мне вообще он не может Вот это то состояние Когда человеку не важно Кто о нем что думает Когда он говорит Я хочу встречаться с Иисусом Мне нужна эта встреча Мне не важно, что обо мне подумает Кто обо мне подумает Не важно, в каком я положении Я сейчас нуждаюсь в Иисусе Кто-то, может быть, сейчас сидит И знаешь, что такое состояние Может и хочу выйти Но знаешь, какое чувство? Ноги каменные Не работают Отключились Как бы понимаешь А что мне ждать Сегодня день В Божьем Слове Много есть таких предупреждений Хочу 25 стих Этой же истории Прочитать Луки Пожалуйста, Леша 25 стих Тогда был в Иерусалиме Человек именем Симеон Он был муж Праведный, благочестивый Ожидающий утешения в Израиле И Дух Святой был на нем Дальше мы когда читаем Интересная картина Кто его привел в храм? По вдохновению Или Дух Святой привел его Написано, что Дух Святой привел его Я был однажды в САКах И сейчас-то Россия Когда-то был еще в Украине И мы были там с молодежью Мы решили пойти Там есть очень большой Такой санаторий для инвалидов И все на инвалидных колясках У нас такое было решение Просто пойти И там есть парк Красиво Пойти, ну, попеть песни Там друзья у нас играли На балалайках На гитарах На такой большой еще балалайке Я не знаю, как она называется Такая Бас-балалайка Как? Бас-балалайка Контрабас? Не, не контрабас Бас-балалайка Да Там две или три страны И мы просто начали петь Начали петь И начал народ собираться И собралось столько людей Мы просто были в шоке Мы не звали никого Мы просто пели Собралось много людей И люди как будто ждали Что-то услышать В этот момент Мы позвонили одному человеку Он был пастырем церкви Он тоже проездом был В саках Отдыхал там Он пришел Прибежал или приехал Но он очень быстро пришел Я запомнил Одни слова Которые он сказал На всю жизнь врезались Он обратился к этим людям Которые сидели на инвалидных коляске Он говорит Вы не случайно сюда приехали? Не случайно ребята пришли сюда петь? Говорит Мы ничего этого не планировали Дальше он говорил о том Что Иисус их любит Он говорил о том Что они нуждаются в покаянии И знаете что произошло? Эти люди на инвалидных колясках Выезжали просто вперед к нему И они каялись Они отдавали свою жизнь Иисусу На всю жизнь запомнил Он сказал Не вы сюда пришли Дух Святой вас сюда привел Поэтому к вам обращаюсь Как Симеона он туда привел Как этих инвалидов он туда привел И вас он сюда привел Не пропусти день встречи с Иисусом Не пропусти этот день Много в Божьем слове Мы встречаем Где Бог обращается и говорит Не пропусти день посещения Или же будет день посещения для тебя И когда я посетю тебя Будет очень страшно Нужно быть готовым к этому дню Иисус как-то обращался к людям Я говорю Вы слышите? Или вы слушаете, но не слышите? Вы смотрите, но не видите? Симеон способен был увидеть Симеон готов был увидеть В младенце Того, кто спасет Все человечество Хочу обратиться к вам Если вы понимаете Что есть это желание Есть это в голове у тебя мысль Что я нуждаюсь в спасителе То время, тот день Чтобы это сделать сейчас Поэтому если есть желание Можешь тоже пройти вперед Как это сделал Саша И сказать Господи, я хочу покаяться в своих грехах Я в этом нуждаюсь Если это есть Пройди вперед Если все хорошо в твоей жизни Слава Богу Мы очень рады Думай об этом Сейчас мы будем молиться Давайте встанем По желанию У кого есть желание Помолимся